На руках у специалиста детского отделения Ульяновского противотуберкулезного диспансера полуторагодовалая малышка. В больницу девочка попала еще в три месяца. У нее врожденный туберкулез. В диспансере она научилась стоять, ходить, держать предметы и улыбаться. Маленькая пациентка еще не понимает, что эти стены для нее родные. Детям нужно создавать, естественно, домашний комфорт и уют, потому что обстановка, естественно, длительное пребывание, она сама действует на психологию детскую. Поэтому у нас работают грамотные специалисты, работают также воспитатели, приходят учителя. Помимо самой маленькой пациентки, в детском отделении диспансера получает лечение еще 31 ребенок. Реабилитация занимает длительное время, от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому уют создают еще и за счет внешнего интерьера. В 2020-м в отделении начали косметический ремонт. В детском диспансере полностью обновили гардероб, новыми красками заиграли учебные и музыкальные классы. Отремонтировали уборные палаты. Почти закончен косметический ремонт пищеблока. До конца года временный дом для юных носителей палочки Коха отремонтируют полностью. Подростковая заболеваемость в течение 2020 года, к сожалению, выросла практически в три раза. Возможно, это связано с тем, что длительные ограничения были. И люди сидели дома вместе с детьми, со своими же. И, соответственно, очаги туберкулеза не обрабатывались. А вот взрослый туберкулез в регионе по сравнению с 2019-м снизился на 15%. Сейчас в круглосуточном диспансере, что на инженерном проезде, под наблюдением находится 48 человек. Здесь также сделали ремонт. Обновили хирургическое отделение, эндоскопический кабинет и их содержимое. Закупили мебель и оборудование. В лаборатории куплен был новый аппарат ПЦР на большее количество анализов. В эндоскопии был закуплен видеогастроскоп. Также были закуплены здесь шкафы для хранения эндоскопов. И с учетом того, что закуплен был видеобронхоскоп, мы возобновили установку клапанов эндоскопической бронхоблокации. Еще одно новшество туберкулезной службы в названии. Теперь областной диспансер носит имя Сергея Дмитриевича Грязнова, врача, стоявшего у истока создания противотуберкулезной службы еще в Симбирске. Делать флюорографию пациентам из любого уголка Ульяновской области диспансеру помогают кабинеты на колесах. В 2020 году в больнице Ульяновской области по программе Наспроекта поступило 8 вот таких вот передвижных флюорографических комплекса. Это КАМАЗ, на базе которого установлен цифровой флюорограф. Цена одного такого кабинета на колесах порядка 12 миллионов рублей. Мобильный комплекс работает по тому же принципу, что и обычный флюорографический кабинет в больнице. В ближайшие дни цифровой флюорограф будет колесить по Ульяновску. С 1 по 31 марта в регионе проходит акция по борьбе с туберкулезом. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.